В наши дни крепость Хуэн-Зальцбург – лучшее место, откуда открывается замечательный вид на Зальцбург. В солнечный день отсюда можно наблюдать кипучую жизнь города всемирно известных фестивалей. В прежние времена крепость являла собой знак силы и власти князей земли Зальцбург. Это крупнейшее оборонительное сооружение такого рода в Европе, которое удалось полностью сохранить. На протяжении веков были предприняты лишь небольшие изменения крепости, и сегодня она предстает перед нами практически в своем первоначальном виде, как и 500 лет назад. Ее торжественный вид вызывает уважение и подчеркивает красоту альпийского ландшафта, окружающего город Великого Моцарта. Крепость состоит из многих башен, бастионов, зданий и сооружений, с которыми можно лично познакомиться, пройдя небольшой, но достаточно интересный маршрут. Страницы истории рассказывают, что еще во времена древних римлян на скалах стояла цитадель, а начало оборонительному сооружению было положено архиепископом Гепхардом в 1077 году, после того, как он выступил на стороне Папы Римского против немецкого короля и был вынужден защищаться от нападения королевских вассалов. Строительство продолжалось почти 700 лет. За это время крепость расширялась, укреплялась, пока не достигла нынешних размеров и формы. Причина своеобразия Хуэн-Зайцбурга заключается еще и в том, что строилась она не по единому плану, и все это оставило свои исторические отпечатки, которые привлекают внимание и заставляют постоянно останавливаться, пристально разглядывая старинные стены. Крепость всегда служила людям, была их защитницей, давая жителям города и окрестностей приют в дни опасности. За все девять веков ее существования ни разу не ступала нога неприятеля в пределы крепости Хуэн-Зайцбург. Совершенно потрясающие виды открываются с крепостных стен в южном направлении. Это сказочная панорама ухоженных особняков, скрывающихся в яркой зелени, уходящей к альпийским массивам. И белоснежные вершины альпийских Альп, которые не позволяют надолго оторвать взгляд от неожиданно открывающейся живописной картины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова